Привет, мужики и мадамы! Сегодня у нас в рубрика пришли свой реплей и номинация максимальный ассист. И как и следовало ожидать, это будет Прохоровка, Чудок Куст, Цветляк, сядет в куст и будет светить, а враги дохнут. Но тем не менее, реплей этот прислал с рекордным количеством ассиста. Братец с ником Игрок в Танке. Очень долго думал, наверное, над ником. То есть я такой, поиграю в Танке, будет Игрок в Танке. Поиграю в Маджонах, будет Игрок в Маджонах. Кораблик, Игрок в Кораблике. Ну ладно, шутки в сторону. У нас, между прочим, тут статюга. У него там процент побед высокий. Там, вы смотрите, у него средушечка высокая. У него всего лишь мало боёв. Но! Аккаунт-то обнулённый. Танков всяких акционных, толпа просто в ангаре. Сколько лет жизни он убил на эти пиксели, я понятия не имею. Но! Своё дело он знает. Куст свой он на Прохоровке уже давно приватизировал. Его оттуда приставы теперь не выкурят. А ещё мы знаем, как он фармит фраги. От этого лайт. Хитражевый по пескотрос такой, да? Угу. Ладно, поехали, смотри, что будет. И вот у нас Прохоровка и EBR 105. Самые мудацкие колёса в игре. Мало того, что его колёса, 8 штук, занимают практически 90% всего силуэта танка. И если вы в бочину ему всобачили, то, скорее всего, вы его вообще не покараете. Ну, там колёса погнёт чуть-чуть. Может даже оглушит его, что-то там кого-то переломает. Но для этого есть ремкомплекты, медицинские принадлежности всякие там. Ширнулся и дальше поехал. То есть ему вообще насрать на то, что в него кто-то стреляет. Это вы при условии, что в него попадёте на скорость 95 км в час, когда он ещё зигзагом херачит. Ну, сейчас вообще не об этом речь. Он просто приехал в свой приватизированный куст, занял и всё. И сидим и наслаждаемся, как в этом кусте можно получать тонны, просто дикие тонны асиста. Ну, чтобы вы там от экшона дикого не уснули, я сделаю небольшую перемоточку. То есть враги по чистому полю. Ну, кто-то там пытается, конечно, по кустам ехать. На два дурачка вот этих вот. Вот просто отморожены. Просто по чистому полю еду. Кто их с... Почему их с... Почему они умирают? И Гриль такой, ага, я тоже по полю поеду. Смотрите, трое едут ещё, а в меня никто не стреляет. Конечно, потому что этих ещё дебилов не разобрали. А теперь разобрали, теперь ты пиздюли лови. На, на, и на. Ну, как-то так я и предполагал, что будет на самом деле. Потому что ассист это Малиновка, Прохоровка, это Тир. Главное, чтобы союзники не подкачали. И просто по помеченным целям, по выбегающим, хотя бы просто по засвеченным хоть где-нибудь стреляли и попадали. Этого достаточно. И здесь братику, естественно, повезло с союзниками. Они попадают в цели. И здесь ему, ну, усталость уже саппортить 10-800 ассиста. Вот. И он пошёл, пошёл в атаку. Пошёл искать цели. Которых осталось всего 6 штучек. Две урты. Одна бабахонька. Пистру. И две стрешечки. Вот бабахонька. На 405 и в ангар. Какая у него мощная кэсочка-то, а? На 105-го. Голдой, братцы. Голдострел, видели какой, да? Голдоплюй какой, да? Мажорчик. Фраги в песке на Т2 лайте фармит. Средуху голдой себе выравнивает. Длан гоню я. Не он же эти снаряды придумал. ВГ их засунуло. Вот если в голдовой снаряде чисто за голду можно было покупать, тогда да. Тогда сразу донатер намыл и на бутылку его сразу. Несите всё, несите сюда бутылку покрепче, блядь. А так чё? Ну, умеет чувак хорошо фармить серу. Ну, молодец. Кто на чё учился? Хочет голду себе покупать, хочет, не знаю, танков всех десяток выкачал, купил и всё, полный ангар забил. Молодец. Правда, сколько времени и сил на эти пиксели он убивает, пока там отметки фармит, пока выфармливает серу, чтобы эту средуху поддерживать. Не знаю, это не моё. Я отбитый, мне насрать на эти цифры. Мне мастера сделать, танк закрыть и всё, и следующий. А тут, смотрите, нашёл он пеструна. И видите маркера прицела? Нету. Сразу сейчас налетят чайки. ЧИТЕР! 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 Потому что, смотрите, за ним бегает прицел сам, автоприцела, нету маркера, ещё и убил. Всё, ФСБ звоним, блядь! А на самом деле, я уже рассказал в предыдущем ролике в субботу, как это работает. И тут в бою как бы вроде показывает 11800 на Сапорчину, но на самом деле это просто так в бою отображается. А в послебоевой статистике будет совсем другая цифра. А точнее 14123. Тем самым он побил рекорд всех присланных реплеев, которые были по этой номинации, и попал в ролик. Я на самом деле прекрасно понимаю ваши сейчас эмоции, такие, ты чё нам втёр? Прис 4 минуты, кто-то чё-то елозил, как-то потно, душно, и... И ничего, и никакого кайфа. Вообще никто не удовлетворён. И так вяленько так привстал вопрос, а, всё? То есть больше ничего не будет? Ни-ни-ничё вообще? Продолжение, может ещё разок? Ну хоть на пол шишечки, на пол карасика-то, а? Чё я сейчас описываю вообще? Ну и ладно. Самое главное сейчас не забудьте нажать лайк, подписаться, кто не подписался, на колокольчик дзинькнуть, и тогда... А на самом деле я же нихера не проверю. Это всё на вашей совести, между прочим. Сидят тут лентяи некоторые, не нажимают кнопку. Ну не важно. Я для вас сделал бонусный реплей. Это будет не море ассиста, и вообще как бы к ассисту отношения не имеет, просто я просматривал все реплей и наткнулся на один, в котором вот такой вот комментарий был. То есть мадама попала в какую-то кугу, сделала дохренища фрагов, и у неё даже не ручки там тряслись, ну как она написала. Не знаю, чё у неё там ещё тряслось. Я, конечно, могу только догадываться, что это было её кресло, которое она там наджёвывала, пока вот это всё происходило. И давайте мы сейчас все вместе это всё посмотрим. Итак, у нас аэродром. Мадама с ником Беладонно-86. И, конечно же, никто не догадался, какого года рождения эта мадама, да? Какая она загадочная танкистка, да? Ну не важно. В общем, сегодня эта мадама управляет Т-100 ЛТ. У меня этой техники в ангаре нету, поэтому мне прям было интересно понаблюдать, как этот пеструн будет себя вести в женских руках. Бадабумс. Но вначале тут не особо много экшона, поэтому, чтобы вас не напрягать и не усыплять, я просто чуть-чуть перемотаю. И вот здесь начинается самое интересное. А счёт-то уже 1.8. Все тяжи закончились. Половина ПТ-шек и СТ-шек уже вырезаны. Из ЛТ осталась только наша мадама, которая хоть и фуловая, но стоит на базе и просто смотрит с ужасом вот на это всё. И как бы вроде 1.8, да? Уже всё слито. Я разве тогда показывал этот реплей, если бы сейчас здесь всё на сердечном приступе закончилось? А вот хренушки. Мадама, видимо, пошла в чулан, открыла старый бабушкин сундук и достала оттуда огромные такие, сука, стальные бычьи яйца, потому что иначе без них я не знаю, как она могла затащить эту катку. Ну тут же уже слив стопудовый, чё ты, светляк, чё он здесь делает? В женских-то хрупких руках-то, а? Ну, мадама потёрла то, что достала из сундука на удачу, вспомнила чью-то матерь, залезла на скалу и давать шатать врагу. Коня не особо не получилось шатнуть, спалилась ещё вдобавок, но по её засвету работают, и это главное. Счёт 2-8. Как бы не особо с её помощью, но 2-8. 3-8. Кран просто закончился мгновенно. Понятно, что здесь подранки одни, и как бы всё ещё по её засвету, здесь работает арта, но врагов-то всё равно значительно больше. Всё ещё значительно больше. Конь пусть постоит, вдохнёт. Как бы в свете, но коню насрать вообще. Конь решил в ангар сходить. Готов. Фраги, это здесь у нас полудохлые. Мне пора взять и тоже в ангар отправить. Опа. Через автоприцел. Просто взяла и прибила. Молодец. И ещё одного. Уже 4 фрага. Просто, просто взяла и практически подровняла шансы. Так, 7-9 против 1,8. Сколько минута прошла? Ну вот это уже заявочка такая, посерьёзней. Правда, куда этот ёбри бежит, непонятно. Как бы арты там нету. А вот Е-100 закатился. Ёбрика. Вангарчик. В колесо. В колесаное колесо. Вот просто вот эти колеса уже, они уже в печенках сидят. Реально. Куда ни попади колесо и без урона. Ну вот Е-3, это уже, это уже начинает у неё там поджёвываться, креслицы, я так предполагаю. И тут особо не убежишь, тут ещё и 7-у бегает. Давай 7-у. Либо вперёд, либо назад. Давай, не тушуйся. На. Я тоже подтверждаю пробитие, потому что вот сейчас у 7-у точно что-то пробит. Ну что-то, ну да полсекунды не хватит. Ты вернулся, да? За добавкой. 10-10. 1,8 был между врачами. 10-10. Да, сейчас будут сейчас каркать. Э-э-э, там все подранки были, почему мне так не везёт, почему такая команда врагов подбитая не приползает. Потому что вы дохнете раньше. Она не сдохла, она фуловая осталась к самому важному, заключительному этапу игры, когда эти подранки просто пришли бы и изнасиловали всех оставшихся, там сколько, 7 танков. Она зафиксировала цель, между прочим. Ну цель не особо-то и сопротивляется. Пестрон какой-то приехал, чуть-чуть, чуть-чуть как его бояться. Зачем бояться? Ну Пестрон просто отправляет в ангар и берёт себе воина. Всё, воин. 12-11. Был 1,8. Ну здесь у нас охота на ведьм, на рта этих, квадратов, двух. Но, тем не менее, где-то ещё сидит падла бабаха. Ну как бы там вот она светилась. Ну если она её бабахнет, то 1500 хп может закончиться ангаром. Подсветила. Подсуетилась. А нет никто. Нет никто, значит надо искать откуда кидает арта. Зачем-то ей тыкают на этот квадрат и говорят, что Пама. Чё там бабахи делает? Или арта туда, по-твоему, приехала? Брата, ну. Гриль, чё-то, по-моему, дезинформатор какой-то. Вот. Раз. Эй, 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 чемодан. Женщина просто поймала чемодан. Арта наша нихера не попадает. Сейчас будет, по-моему, кресло пробито. Сейчас я сегавые стоящие кинет. Или бабаха. Серьёзно, да? Просто непробито арта. Вот этот плюцкий квадрат. Ангар иди. Бабаха, где? Где тассаная бабаха? Всё-таки там. Ничего себе. Извини, братан. Извини, братан. Я был неправ. Гриль, вообще неправ был. Ну. Отлично. И всё. И у нас остаётся только одна арта. А наша арта бегает себе по базе и не кидает. Может быть, она, конечно, фраг оставила. Что вряд ли. Ну, здесь мадамам, конечно, подставилась. Здесь арта опять не попала. Ну, где вообще непонятно. Но, тем не менее, девятый фраг, копилку, адамы приехал. С чем мы её поздравляем? Тяжелый бой для меня не особо эмоциональный был, но я посмотрел с удовольствием. Женщина справилась прям на ура. Вытащила катку. Получила мастера. Кучу медалей. Четыре четыреста накидано. На светляке, между прочим. Две пятьсот на сопорченном. Красопетка. Вот за это она получает ну, утешительный приз. Конечно, она вообще не в номинацию попала, но двести пятьдесят голды ей и отправлю. А первому братишке, который угрек в тахке татахку игрок в танке, который пятьсот голды и заработал, честно. Прислал, рекорд, получил. Вот такая вот мадама, такая вёстота. Средуха выше, чем меня. Гоняет на всём подряд. Прям достойно уважения. Так что, мадама, запирай личку, потому что тебе сейчас танкисты начнут настрачивать. У них там уже, наверное, вопросов повставало немного. Ну, а сейчас объявление для тех, кто досматривает до конца. Именно вы основные фанаты, так скажем, моего творчества. Если это можно так назвать. В общем, я решил поменять рубрики. Ну, точнее, не поменять, а убрать. То есть, вот эта рубрика, которая пришла в свой реплей. Ну, целый бой, а то и два. То есть, у меня какой-то нет эмоциональной выкладки. И вы все привыкли именно к танковым нарезкам. Вы пришли именно за ними на канал. А вот это вот, ну, не все смотрят. Я прекрасно это понимаю. Я пытался эфир этим забить, разбавить. Но просто тратятся силы. Я реально просматриваю просто сотни реплеев, отбираю лучшие. А за это время я просто могу сделать, спокойно собрать нарезку. То есть, это для меня не легче, как я изначально планировал. И не быстрее это все изготавливается, чтобы вот там отдохнуть. И начинаю немного эмоционально изматываться. То есть, наверное, уже даже заметно вам по голосу, по эмоциям, что чего-то не хватает. Для нарезок, как бы, тоже настроение нужно подобрать. Один раз собрать, все это потом демонтировать, и все готово. Здесь как-то надо все просматривать. Пока все это просматриваю, короче, капала это начинается. В общем, я оставляю две рубрики. Одна смешные реплеи, то есть, ваши реплеи, с таймингами. Ссылка в описании, туда все гуляете. Я все это просматриваю. Как только накапливается на нарезку, я сажусь ее собираю. И то же самое с танковый нарез, который я делаю по своим каткам. То есть, у меня там дичинка билась, я сел, собрал нарезку. То есть, теперь не будет вот этого каждый вторник новый ролик, а просто как сделаю, так увидимся. То есть, если вы пришлете много реплеев прикольных прям, которые мне зашли, я, может быть, две нарезки в месяц сделаю именно с реплеями. У меня много дичи всякой произойдет в танках, когда я катаю. Тоже там, может быть, две нарезки танковых соберу. Мало будет, ну, значит, по одной в месяц сделаю, того и того. В общем, как-то так. Я пока не знаю, сколько это продлится. То есть, чтобы не делать конверное говно, просто ролик ради ролика и без души, и без эмоций, и без ничего. Пусть лучше будет так. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok